Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе, и в начале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Они намерены противостоять идее об автаназии бродячих собак. Кто и как пытается сохранить жизнь бездомным животным? Велодорожки в Лапландии быть, но теперь мамы могут быть спокойны. Почему? Табачный дым как дополнение без того душному автобусу. Кто в ответе за курящих водителей? Но в начале. Развитие даже в условиях санкций, сохранения коллектива и наращивания производства. В Алтайском крае действуют предприятия, продукция которых за последние месяцы стала еще более востребованной. Что сейчас особенно ценится на российском рынке и как производственники обходят барьеры, которые появились почти полгода назад. Об этом далее. В период санкций современной технологии в особой цене. Так, на Барнудском предприятии, которое выпускает продукцию для туризма, охоты и рыбалки, скоро внедрят производство для МЧС. Лодки, сумки и другие нужные вещи будут предлагать Центру Медкатастроф. Эта идея прорабатывается. А та продукция, что уже есть, востребована и даже в дефиците, говорят сотрудники. Но работать стало сложнее. Клей подорожал, фурнитура подорожала. И тем не менее, в этом году, по сравнению с прошлым, объем производства здесь вырос на 10-15%. Компания уже нашла ключи к программному обеспечению импортного оборудования. А когда нашли замену привычным зарубежным материалам, стоимость продукции откатили назад. Находим в Китае новых поставщиков, ведем с ними беседы, получаем оттуда образцы. Эти образцы у себя испытываем, у нас лаборатория есть. Дальше принимаем решения. И, в принципе, у нас ни одно из направлений сегодня не остановилось. Кстати, на качество изделий от китайских поставщиков здесь не жалуются. Во-первых, контролируют партнеров из Поднебесной, а во-вторых, работают с ними давно. По данным Минпрома, пять десятков предприятий края, которые обеспечивают подавляющее большинство регионального производства, нарастили объемы, пусть и на 6,5%. Сработали традиционно наши отрасли машиностроения, транспортного, сельхозмашиностроения. Более 100% показали объемы производства. По заводу АЗПИ, вы знаете, наше предприятие, которое сегодня очень важно для всей страны в плане импортозамещения, в плане производства топливной аппаратуры, для таких предприятий, как КАМАЗ, группа ГАЗ, они вообще в полтора раза увеличили объемы производства. По словам министра, заказы у алтайских предприятий есть, а это обеспечивает развитие. К примеру, здесь активно внедряют роботизацию. В условиях дефицита кадров роботы сильно помогают, при этом без сокращения персонала. А еще одна тенденция времени – выход на маркетплейсы. Это предприятие уже осваивает новую площадку. Анастасия Драган, День с толком. Алтайская кола появится в магазинах страны уже в ближайшие дни. Сегодня на Барнаульском пивоваренном заводе произвели первый розлив напитка, который должен заменить известный импортный аналог. Вот она – первая бутылка алтайского продукта, который так ждут на отечественном рынке. После того, как западная компания объявила о том, что прекращает выпуск в России основных брендов газированных напитков, многие производители поспешили занять открывшуюся нишу. Новинка барнаульского пивоваренного завода «Имбирный шейх» уже имеет стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог всем известной колы. Мы, конечно, как крупное предприятие не можем остаться в стороне. Я считаю, что наш продукт достойный даже с точки зрения как визуала, как, безусловно, качества и вкуса. Мы максимально попытались его приблизить, ну и так и ценового предложения. Рецептуру, максимально приближенную по вкусу к классической коле, разрабатывали полгода. Подбирали дозировки, делали сличительные дегустации. Все-таки процесс небыстрый, плюс заказ сырья все-таки какое-то время требуется на его поставку. Что касалось экспериментов, это именно подборка количества и качества. В каждую смену на БПЗ будут производить 60 тысяч литров колы. На полках алтайских магазинов напиток появится уже в эти выходные. И в самое ближайшее время оценить вкус алтайской новинки смогут жители других регионов России и не только. Интерес проявили у нас из Казахстана и Киргизии, где имбирный шейх себя хорошо зарекомендовал. Соответственно, у данного продукта есть хороший экспортный потенциал. Ну и главная наша задача сейчас на стадии запуска удовлетворить ажиотажный спрос, который сейчас уже возник, много заказов, чтобы всем досталось, все могли попробовать. Производители подчеркивают, алтайская кола полезнее западного аналога, но при этом дешевле. Если она придется по вкусу, на барнаульском пивоваренном обещают создать напитки, которые заместят такие известные бренды, как спрайт и фанта. Мамы Лапландии могут спать спокойно. А владельцы квартир в жилом комплексе пришли к компромиссу с мэрией относительно велодорожек. Напомним, местные жители раскритиковали проект велодорожки, которая должна была появиться вдоль улицы 280-летия Барнаула. Для этого пришлось бы демонтировать уже существующую тротуарную плитку, а также сносить газоны и деревья. К тому же молодые мамы считают, что такое близкое расположение велодорожки к пешеходной зоне угрожает здоровью их детей. Накануне на место выехали представители мэрии. Было решено сместить велодорожку к парковочной зоне. Это позволит разделить потоки велосипедистов и пешеходов. Нашу петицию рассмотрели и приняли решение данную дорожку отнести к парковочному месту. В таких важных вопросах, как транспортное планирование, градостроительная политика, все-таки мы должны слышать беспокойство населения и жителей, потому что в первую очередь пользователями этих объектов будут они. В мэрии пообещали, что при устройстве велодорожки тротуары зеленые насаждения не пострадают. Более того, осенью здесь высадят 50 деревьев и 300 кустарников. Инициатива алтайских депутатов об усыплении агрессивных бродящих собак опротестует в ближайшее время. Об этом нашему телеканалу заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Ранее в своем телеграм-канале он жестко раскритиковал предложения парламентариев нашего региона проводить так называемую гуманную эвтаназию. Реакция подписчиков, в том числе жителей Алтайского края, снова неоднозначная. Во всей этой шумихе почти незамеченным остался факт регистрации в Барнауле первой независимой организации «Найденыши-22». Ее участники, а это больше полутора сотен жителей из разных уголков края, за свой счет занимаются отловом животных, их стерилизацией и передержкой. Они также намерены противостоять идее об эвтаназии бродячих собак. Тему продолжит Елена Макаренко. Наши местные жильцы – уголек, рыжик и медвежонок. Все собаки кастрированы, помогали нам люди с ласки кастрировать. Обработаны и привиты. Совершенно безопасны, доброжелательные, пугливые. Подойдешь – они убегут. Ни на кого не кидываются. Вот живут, едят, кушают, будочка есть. Три бездомных пса рядом с работой Елены. Женщина, которая заботится не только об этих собаках и которая недавно зарегистрировала независимую автономную организацию «Найденыши-22». Это стало логическим продолжением деятельности неравнодушных людей, которые вот уже два года спасают бездомных животных. В нашей группе будет в августе два года. За два года мы пристроили более 700 животных. То есть животные были стерилизованы, вакцинированы, пристроены куда-то в дом, либо в квартиру по всему Алтайскому краю. Случаи были так же мы возили в Республику Алтай, в Новосибирскую область. Новые организации, всего лишь юридический статус и чат-мессенджеры. Нет ни помещений для животных, ни постоянных спонсоров. Но есть общая благая цель – помогать бездомным братьям-меньшим. В свободное от работы время одни занимаются отловом, другие фотографируют и выставляют посты о помощи. Третьи, как правило, пенсионеры, закупают корм и пристраивают животное. Вот живет кошечка в подвале, она родила котяток. Срочно котяткам нужна передержка, а кошечку с бортом на стерилизацию нужна ей. Если она дикая, но после операционный период тоже передержка небольшая. Потом будет кошечка выпущена в подвал, если она дикая. Если не дикая, то желательно до пристройства. На стерилизацию и лечение волонтеры скидываются. Нередко снимают даже жилье для животных, которым нужно время на физическое восстановление или психологическое после издевательств живодеров. Люди дежурят по очереди, спасая бездомных, которых обязательно пристраивают в добрые руки. И даже после этого единомышленники отслеживают судьбу своих найденышев. Если животным обращаются плохо, ему ищут другого хозяина. Были такие случаи, когда мы пристраивали и слепых животных, и животных-спинальников, которых сбивали, находились добрые люди, они за ними ухаживали. И собака с какими-то психическими расстройствами, психические от хозяев, которых били, избивали, издевались. Семь сотен животных в крае за два года обрели дом. Еще сотни остаются бездомными, но они сыты и стерилизованы, а значит не будет новых бродячих кошек и собак. Благодаря неравнодушию обычные люди, по сути, организовали эффективно работающую службу помощи бродячим животным. И они уверены, что вопрос с агрессивными собаками тоже нужно решать гуманно, а не с помощью эвтаназии, то есть принудительного усыпления животных. К слову, такого же мнения придерживаются не только зоозащитники, но и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Не бывает гуманно и эвтаназии убийства, есть убийства. Ведь если те, кому не понравится вдруг решение, алтайские депутаты начнут призывать к их гуманно и эвтаназии, но депутаты же разметятся, это противоречит федеральному закону. И в этом должна сразу размешаться прокуратура и обратить внимание на противоречие этой инициативы федеральному законодательству. Владимир Бурматов рассказал, что решения алтайских депутатов в ближайшее время будут опротестовывать. По его мнению, оно аморально, а главное, не способно уменьшить число бездомных животных. Депутат Госдумы посоветовал алтайским парламентариям съездить на экскурсию по приютам для животных в Нижний Новгород, где, по его словам, за три последних года популяция бродячих собак снизилась в два раза. При этом ни одно животное принудительно не усыпили. В нашем же регионе к такой мере многие люди относятся почему-то лояльно. И защитники, и депутат Госдумы убеждены, что отношение к животным – это отражение общей картины нравов. И пора уже, наконец, от средневековых методов переходить к гуманной системе работы с четвероногими, выделять деньги не на убийства, а на строительство приютов и поддержку зоозащитников. Это очень больная тема, потому что, ну, каждое животное, мы над ним плачем. Мы спасаем всех, и тех, кого сбивают машины, над кем сбиваются люди. Мы, как бы, не шизики, да, у нас есть у всех семьи, дети, мужья работы, у нас не живет дома по 30-40 собак. Ну, как бы, мы такая невидимая часть нашего города, которая за счет своих средств, каких-то сборов, минимальных каких-то спонсоров, мы стараемся сделать максимальную работу. К слову, опыт организации найденышей решили изучить на федеральном уровне. 18 августа представители Алтайской организации полетят в Москву на встречу с депутатом Госдумы, где выскажут свои предложения о решении злободневной проблемы. Они надеются, что их организации, возможно, тоже будет оказана помощь. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульскому коту сделали протезы. Речь идет о коте Валаби, про которого мы рассказывали еще зимой. В январе волонтеры нашли Валаби на улице в тяжелом состоянии. Кто-то отрубил коту передние лапы и бросил умирать на морозе. Долгое время он провел в ветеринарной клинике. Ему сделали несколько операций и переливание крови. Несмотря на тяжелое состояние, волонтеры мечтали поставить кота, что называется, на ноги. И вот спустя полгода на новые лапки удалось собрать более 200 тысяч рублей. 3D-протезы коту установили в Новосибирской клинике. Наши соседи вообще одни из первых в мире начали проводить подобные операции. Протезы срастаются с костями и кожей, а значит, Валаби сможет жить, как полноценный кот. Сразу после операции встал на протезы, кушает хорошо, ходит, пытается, ну, прихрамывает немножко, старается, даже умываться пытается. Операцию провели еще 23 июня. Ветеринары рассчитывали, что кот поправится в течение недели, однако пока у Четвероногого проходит реабилитация. Каждый день пребывание в клинике обходится почти в 4 тысячи рублей, так что Валаби все еще нуждается в материальной помощи. Напомним, такое необычное имя пушистый получил потому, что Валаби это один из видов кенгуру. Только теперь, в отличие от кенгуру, Валаби сможет прыгать, бегать и копать сразу четырьмя лапами. К другим темам. Медицинские маски снова могут стать частью нашей жизни. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Калужской области уже снова рекомендуют их носить. А Минздрав Алтайского края накануне посоветовал жителям ревакцинироваться. Новая волна ковида в регионе, возможно, уже в этом месяце. Тем временем в Европе заболеваемость уже подскочила, поэтому Всемирная организация здравоохранения предлагает всей планете вернуться к маскам. А что на этот счет думают барнаульцы? Я считаю, что надо. А в каких местах? В общественных, конечно, в основном. А вы до сих пор в маске? Я до сих пор хожу в маске. Я в транспорте ее одеваю, потому что надо ревакцинироваться. У меня кончилось. Но я что-то не хочу. Я очень трудно перенесла вакцинацию. Возраст такой уже, что... Я думаю, что, наверное, нужно, если будет увеличение заболеваемости. Конечно, это вынужденная мера. В каких местах? В общественных местах транспорт. Уже все отвыкли от этого. И что, нужно вернуть или наоборот? Да, наоборот уже. Как бы все привыкли. Как бы нужно отменить. Я житель Германии. У нас масочный режим как таковой не обязателен. Но в поликлиниках, в магазинах мы сами за свое здоровье волнуемся и ходим в масках. Ну, я не знаю, вводить масочный режим или нет. Это право каждого. Здоровье у каждого свое. Курящие водители общественного транспорта стали поводом для недовольства барнаульцев. Табачный дым, по их словам, заполняет салон автобусов, отравляя без того душный воздух. А ведь медико-социальные исследования давно доказывают, курение опасно не только для самого курильщика, но и для окружающих его людей. Анна Рашагирова узнавала, что происходит на маршрутах. Так началось утро жительницы Барнаула. Водитель потягивает сигарету, при этом транспорт заполнен пассажирами. Иногда, чтобы добраться из пункта А в Б, приходится перетерпеть и по нескольку таких сеансов зловония. Запах стоит, может быть у кого-то аллергия. Многие с детьми едут, начинают кашлять. Вот это отношение не очень бывает. Типа, ну идите тогда пешком. По такому принципу Данил Зявлов прошел уже не один километр и делает это не из-за каприза. Аллергия на табак не дает дышать. Если водитель не сореагировал на мою просьбу вытянуть сигарету, и не облачивая проезд, и пересаживаясь. Некоторых водителей не пугает ни потеря выручки, ни штраф. Мол, я везу, я и главный. Вообще, я сам долгое время ездил и иногда курил за рулем. Считаю, это нормально. Нормально? Люди не жаловались? Нет. Я видел женщин, которые едут, одновременно красятся, одновременно смотрят в телефон и ничего. Но курильщиков среди водителей автобусов ищут. Либо пассажиры отправляют жалобу, либо нарушителей выявляют сотрудники Межрегионального управления Государственного автодорожного надзора. Они регулярно проводят рейды. При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками нашего управления было привлечено 28 водителей за данное нарушение. И 20 должностных лиц привлечено к обеспеченной ответственности за отсутствие информации в автобусах о запрете курения. Ну, сумма штрафа на водителя 500 рублей составляет, на должностное лицо – 10 тысяч. Меры жесткие, говорят в управлении. Поэтому дымить за рулем многие не решаются. Пассажироперевозчики вносят свою лепту и лишают курящих водителей премий. Я думаю, что мы не такие уж взрослые. При выпуске на линию порядка 80 машин в день и за год 5 случаев, угадан. Может быть, наших тоже, может быть, случаев 5. Ну, если честно, у нас один случай только был, когда мы увольняли водителя. Потому что он не хотел реагировать на замечания. У нас, во-первых, во многих машинах уже оборудованы камерами. Поэтому мы это все увидим за простой. Однако в управлении автонадзора заверяют, что в последнее время подобных нарушителей становится меньше. Пять лет назад за год выявляли 250 нарушителей. Сейчас эта цифра едва превышает 30. Но и им бы неплохо вспомнить, что табачный дым вреден для окружающих. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. Первый телемост между Алтайским краем и Луганской народной республикой прошел сегодня. Два региона обсудили общие планы по молодежной политике. Так, алтайские представители рассказали о ключевых мероприятиях на нашей территории. В частности, студенческой весне на Алтае-Фесте и Атеере. Дело в том, что сегодня российские регионы берут шество над районами Донецкой и Луганской народной республик. Мы курируем Славяно-Серский район. Потому важно обменяться опытом и в сфере молодежной политики. Такой подход, объясняют власти, помогает слушать и слышать инициативы современного поколения, чувствует тенденции. Начальник управления молодежной политики Екатерина Четожникова рассказала, что в сентябре к нам на Алтае приедут военно-патриотические объединения со всей Сибири и даже Дальнего Востока. Мне очень хотелось бы пригласить вас, дорогие коллеги, принять участие в этом мероприятии, представить ваш опыт. Я знаю, что и военно-патриотический клуб у вас есть. В этом направлении нам точно есть о чем разговаривать. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напомню, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует...